Я вышла представить служение «Новое мировоззрение». Такой образовательный проект. Несколько направлений у нас есть. Сейчас подробненько расскажу. Много вопросов возникает. Много раз я пыталась объяснить, чем мы занимаемся, чем отличается одно от другого. Но вот сегодня, наверное, все прояснится. Хочу начать с одного места. Писание очень важное. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Вот служение «Новое мировоззрение» — это служение учителей. И учитель — это один из даров пятигранного служения. Вот эти служения даны Богом. Иисус нам оставил то, чем Он служил здесь на земле, Он оставил нам. Написано, что Он раздал эти дары людям. Для чего Он это раздал? Написано, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть эти дары служат для созидания каждого из нас. И если мы не пользуемся тем, что каждый дар нам может дать, где-то мы можем потерпеть какой-то ущерб. У нас там будет недостаток. Поэтому очень важно... Ну, конечно, я считаю, что это важнейшее служение. Но по-другому не может быть. Вот, на этом все стоит. Вот. Значит, служение нового мировоззрения. Принято так считать у нас, когда говорят о новом мировоззрении, что это люди, кто недавно в церковь пришел, ну, это вот надо им пройти, там, какие-то такие базовые вещи узнать. Ну, немножко наша деятельность шире, чем просто вот работа с людьми, которые недавно пришли в церковь. Вот. Я сейчас скажу, да, вот, какие есть направления. Ну, первое, да, это непосредственно само вот это служение для людей новообращенных. Вот. Это служение, оно претерпело изменения, да, в связи с тем вот временем, в котором мы живем. Вот. Когда-то, ну, все-таки 20 лет церкви, да, и это служение, оно все время, служение вот нового мировоззрения, обучения, оно было все время в церкви с самого начала. Еще даже, когда только наши репцентра открывались, с самого, ну, вот, как я помню, первого дня, наверное, ну, может быть, с самых первых-первых дней, что было отличительным таким, то есть каждый день были уроки библейские, открывали Библию, ну, представьте, откуда там учителя, да, библейские, не было. Вот просто сами открывали, кто как мог, так и толковал. И представьте, что Бог, Он все равно, Он разговаривал с нами, через эти уроки очень многие назидались. Даже люди, которые не были в то время на реабилитации, просто люди приходили в то время вот в центр, чтобы побыть на этих уроках. И реально вот в то время, да, знаете, очень много поднялось, ну, служители, которые служат до сих пор, они на таких ведущих позициях и не собираются их сдавать. Я очень сильно верю, что очень много было заложено вот в то время. Да, очень много пастор наш, но он еще не был пастором, был лидером центра, очень много он вел уроков. Вот, я помню очень хорошо, что он всегда ходил с Библией, реально, не просто для вот, так, образ такой, вот, а потому что Библию открывали, у меня всегда в сумке была Библия, потому что ее открывали, вот в любой момент надо было открыть и что-то прочитать. Это реально так было. И я очень сильно вот благодарна за то время, что мы вот сколько много тогда мы заложили, да, вот в свою какую-то вот глубину. До сих пор эти места писания, какие-то уроки, до сих пор они вот, знаете, всплывают. И они очень сильно, я понимаю, что очень сильно вот в какие-то моменты держат, дает какой-то ответ, какую-то подсказку, какие-то простые истины, знаете. Но они меня очень часто держали. Я помню, вот кто-то нам сказал, что нужно умереть для себя. И вот я помню, мне какие-то моменты очень важные, мне вот это приходило, нужно умереть для себя. Вот я как-то себе это понимала, и реально мне это помогало. Поэтому вот это служение учителя, да, вот, который реально Духом Божьим понимает Писание, который именно вот, ну, ну, это дар. Написано, что это дар дал Иисус. Поэтому вот у кого есть, да, может быть, у вас это тоже как-то откликается у кого-то. Мы будем рады вас видеть, да, если вы придете. Вот. Поэтому нельзя игнорировать такие семинары. Вот. Конечно, мы сейчас живем в такое время, когда очень много различных проповедников, доступны все, практически любая точка земного шара, где какой-то есть проповедник огненный, очень там помазанный и так далее. Мы можем спокойно иметь доступ, послушать, и кажется, что, знаете, ну, вот сейчас как возьму слово его и как пойду, ну, оно часто не работает. То, что работает у них, знаете, мы берем, и наша где-то голова растет, а где-то внутри, ну, не созидает. Потому что я так верю, что Бог, он, написано, что для созидания тела, вот мы тело, и Бог дает для каждого тела, ну, каждая церковь все равно, это как семья, живет своей какой-то жизнью. И Бог дает что-то вот, ну, в каждую церковь, говорит через своих служителей, да. Не то, чтобы нельзя слушать кого-то, да, ради Бога, но нельзя игнорировать то, что Бог дает своей церкви. Потому что голова Христос, и через него приходит, ну, какая-то мудрость, какое-то понимание именно, ну, вот в каждую поместную церковь, вот. А когда, ну, вот этот 20-й год случился, да, когда была пандемия, мы все сели дома, вот, и в то время мы, ну, не могли проводить вот это новое мировоззрение, вот эти семинары, вот, и один раз мы провели онлайн, там, ну, в принципе, все хорошо прошло. Но когда мы уже, как бы, вышли, да, с карантинов, ну, как-то вот мы не могли людей собрать, вот. Видимо, люди тогда подсели вот на все интернет, вот эти проповеди, и мы не могли собрать людей. Знаете, мы однажды собрались с служением, вот, как раз это тоже библейка началась, это, кстати, был октябрь, два года назад это было, да, 20-й год, 22-го октября, это будет два года уже. И мы так собрались, и, знаете, у нас так пришло, что, ну, что мы можем делать? Ну, люди не собираются, но и мы, как бы, сидим и бездействуем, ждем, когда они соберутся. И мы решили, давайте каждый четверг, когда у нас, ну, вот этот наш день, когда мы проводим новое мировоззрение, давайте будем просто приходить, собираться, будем читать Библию, ну, и там, темы какие-то разбирать, еще что-то, ну, так в свободе, давайте, ну, давайте, как мы на это назовем? Ну, давайте назовем, читаем Библию. Ну, вот так вот мы назвали, знаете, и вот уже 22-го октября будет два года. И мы вот так, знаете, вроде бы, так, шутя не напрягая, знаете, начали, мы понимаем, что, знаете, стали люди приходить, стали люди, мы увидели, что есть такая потребность у людей, что это вот, ну, не просто нам делать нечего, а реально есть потребность у людей. И это вот второе направление, да, то есть есть семинары для новообращенных, которые мы проводим, расскажу сейчас, да, в каком формате это проходит. Вот, есть вот второе направление, это каждый четверг мы собираемся и изучаем, ну, не то, чтобы прям изучаем, да, но мы читаем, разбираем какие-то местописания, там, темы какие-то, бывает, просто вот берем, там, притчи, допустим, читаем, разбираем, а вот. Это вот второе такое направление. Поэтому каждый четверг можно прийти, вот, на третьем этаже мы там всегда. Ну, за два года, я не знаю, мы раза три, может быть, не проводили, только по причине того, что здесь были мероприятия, вот, а так это каждый четверг было. Вот, каждый четверг. Поэтому добро пожаловать, вот. Немножко хочу сказать, да, почему важно, ну, вот, пребывать именно в учении, почему важно именно само учение. Учение, оно подразумевает определенную систему, определенная есть логичность. Знаете, есть немножко такая вот обочина, что, ну, мы же в духе, да, получаем, в духе общаемся, Бог с нами в духе говорит, и, знаете, есть такое, какое-то, не знаю, искушение или что, игнорировать разум наш. Ну, разум наш тоже дан Богом, вот. Это тоже хорошая очень вещь, очень нужная в жизни. Знаете, Иисус сказал, что поклоняющиеся мне, да, будут поклоняться в духе и в истине. Вот эти две вещи должны сопровождать нас. Мы должны в духе, конечно, пребывать, общаться с Богом, да, но мы еще здесь по земле ходим, для этого нужен еще и мозг, да, разум наш, нужно еще думать, нужна еще и истина. Истина познается, да, ну, истина, конечно, Христос, но, тем не менее, мы познаем разума. Если мы будем игнорировать вот эту часть, ну, в духе только ходить, да, мы можем не в тот дух нас может унести, снести. Поэтому нам нужен и дух, и истина, это важно, сочетание вот этих двух вещей. Для того, чтобы познавать истину, надо Слово Божье читать. Нужно познавать Слово Божье, нужно вникать в Слово Божье и возрастать в этом. Вот, поэтому, вот, ну, то, что мы делаем, да, мы пытаемся Слово Божье, знаете, как сказать, адаптировать к нашей жизни, чтобы было понятно, когда, а жизнь, особенно сейчас, она очень сложная, как разобраться, что происходит. Одних слушаешь, они говорят одно, и вроде бы, ну, вроде бы, да. Других слушаешь, говорят другое, ну, вроде бы, тоже, да. И где понять-то, как разобраться, знаете, пришло время, это моя такая уверенность, пришло время нам очень, как бы, категоричными, очень такими, знаете, направленными, быть Слово Божье, углубленными, когда мы будем вот это, иметь вот это разделение, где ложное, где истинное, знаете, такой водораздел, да, то есть четкие границы у нас должны быть. Если мы не будем углубляться, и если мы, ну, будем пытаться каких-то проповедников по чуть-чуть, знаете, слушать, у нас будет каша, мы не разберемся. Мы верим, что Бог дал церкви апостолов, пророков, евангелистов, учителей, да, пасторов. В нашей церкви все эти дары есть, мы должны получать вот это направление, ну, от своих служителей, я в этом очень сильно убеждена, чтобы нам иметь позицию очень четкую. Вот, и также, да, написано, что Иисус есть путь, истина и жизнь. Вот, Иисус есть истина, да, то есть истину нужно познавать. Написано также, познавайте истину со всеми святыми. Вот, знаете, когда мы в четверг собираемся, что происходит? Ну, мы не просто, да, тексты зачитываем, вот, у нас происходит вот такое общение свободное. То есть каждый человек, ну, он имеет какие-то вопросы, имеет какое-то мнение по какому-то, да, там, поводу, слову из Библии. И мы вместе, каждый начинает что-то свое, свое понимание, там, ну, выскажет, поделится чем-то. И, знаете, когда мы вместе, вот, каждый чем-то поделился, потом раз, знаете, у нас раз какая-то картинка, которую каждый видел по кусочку, а когда мы вместе поделились, знаете, у нас раз и понимание пришло. То есть есть особое вот это благословение на том, чтобы вместе познавать Слово Божье, ну, вот, вот на таких вот встречах. Поэтому я вас очень сильно приглашаю, вот, каждый четверг в 7 часов добро пожаловать. И, ну, еще немножко скажу, время вроде бы есть, да, у меня, вот, почему вообще нужно, ну, вот, заниматься вот этим, да, вот, ученичество. Иисус сказал, какую заповедь оставил, когда он уходил с земли. Он сказал, что во всех народах, да, я своими словами скажу, что-то немножко сбилось, ну, идите и научите все народы, да, крестяя их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учая их соблюдать все, что я вам повелел. То есть он, по сути, сказал, научить все народы. То есть идите и научите все народы жить, так как я жил, так как я вам показал, идите и научите всех. То есть, по сути, смотрите, что Бог, на чем акцент делает, Иисус. Не просто наша цель, это просто покаять людей. Все, главное, покаять всех, покаять все молитвы, покаяние, что прочитали. Ну, все, теперь они уже с Богом, все. Знаете, иногда это, знаете, такая ложь, такая ловушка для нас. Но главное, покаять, главное, чтобы он молитву произнес. Иисус не делает на этом акцент. Он акцент делает на том, что идите их научите жить. Научить жить – это определенные отношения, это определенный процесс. А как научить жить, если еще сам не знаешь? То есть одно дело покаять, да, людей там, ну, подвести ко Христу. Но другое дело, заповедь нам – это научить жить по-другому. А чтобы научить жить по-другому, представьте, это все мировоззрение надо поменять. Мы жили другими схемами. Написано, представьте, там, сейчас забыла местописание. Ну, в общем, написано в римлянам, да, что не живите, в общем, по схемам этого мира, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть надо ум обновить, для этого нужно учение. Слово Божье, ну, представьте книгу, Слово Божье, да, раз прочитать на раз, ну, все, я от корки даже до корки, этого мало, в нем надо пребывать. Со Словом Божьим надо общение иметь, его надо проживать. Вот, поэтому у нас есть вот эти все, мы рады расширить, мы рады предлагать какие-то, ну, может быть, темы раскрыть, направления. Вот, ну, нужно, чтобы был, ну, какой-то запрос, чтобы было сотрудничество. Вот, когда мы даем какое-то объявление, пожалуйста, отправляйте людей, которых вы знаете, что они еще этого не прошли. Больше скажу, что иногда, знаете, мы живем в своей какой-то вот суете, и когда-то мы какие-то истины, да, мы нам рассказывали, но со временем они очень сильно, знаете, так, притупляются, затираются, и мы уже не помним, ну, что-то там было, да, как-то говорили, а что такое спасение, ну, как-то вот там. Мы не можем сами четко сформулировать, мы не можем, значит, и людям объяснить. Вот, поэтому нам нужно самим лидерам, да, кто уже давно в церкви, не пренебрегать, что, ну, это для новеньких, нам самим нужно в этом обновляться, обновляться. Если мы не будем обновляться, ну, память наша, она забудет, оно притупляется со временем. Поэтому вот служение такое, да, оно именно в помощь для созидания каждого из нас. Для созидания. И цель Христа, чтобы мы от младенцев перешли к зрелости. Мы начинаем младенцами, да, ну, духовными младенцами. И младенцами мы всю жизнь не сможем, ну, прожить, да, достойно. Если мы не будем возрастать во Христе, если процесс не будет, знаете, роста нашего духовного, если мы Христа только приняли и думаем, что нам этого достаточно, мы очень сильно ошибаемся. Как только наша, ну, динамика, да, она где-то вот, ну, все остановилась, считай, что ты падаешь. Ты там не задержишься, где ты остановился, ты будешь падать. Вот. Поэтому, ну, что так сложно все, неужели так, ну, Бог же уже все для нас сделал. Ну, что ты так вот все прямо усугубляешь. Да, это так. Мы видим, Маша нам сегодня свидетельствовала. Знаете, у меня вообще твердое ощущение, что ставки повышаются. Знаете, как сейчас вот, ну, определенных действиях говорят, ставки повышаются. Оно и в духовном мире ставки повышаются. И игры нужно уже оставить в христианство. Пришла серьезная жизнь. Если мы не будем наставлены в истине, если мы будем путать черное с белым и не разбираться, где что, мы очень сильно проиграем. Мы потерпим урон. Вот. Поэтому, пожалуйста, приходите. 22 октября у нас начинается, пройдет, ну, курс для новообращенных людей. Пожалуйста, лидеры, постарайтесь. Можно даже кого-то взять и вместе с ним прийти с человеком. И посадить его, может быть, даже побыть с ним. Чтобы человек услышал, ну, вот, слово истины. Аминь. В 2007 году пришла, пришла тоже на новое мировоззрение. Был какой-то опыт. Пришла из другой церкви. И мне понравилось на этих уроках. Тогда было 12 уроков, 3 месяца это все шло. И я заметила, что у меня как-то в голове вот все эти знания стали систематизироваться. Ну, и к тому же было много знакомств. Как-то я там с тем подружилась, с тем, и до сих пор мы общаемся. В общем, думаю, ну, хорошее место. И потом шло время. В 2013 я уже была сотником. И тогда было много народа ходили. Тоже такое фееричное время было на новом мировоззрении. И меня как сотника попросили помогать, чтобы я приходила и тоже какие-то уроки проводила. И, в общем, пришла и осталась. Как во всех служениях я остаюсь обычно. И, в общем, тоже такой интересный был период. Мы проводили вот эти уроки, которые еще Алексей Ледяев там написал. И пастор говорит, все, мы растем, нужно все переработать. И, в общем, такой год был интересный. Мы перерабатывали эти уроки, там защищались друг перед другом. Были там, и, в общем, огонь горел, чего только не было. И тогда, я помню, ушло много людей из команды. И остались там единицы, которые, ну, решили идти дальше. И вот где-то года три назад Марина пришла на это место, стала лидером служения. И, знаете, как-то атмосфера вот так поменялась очень сильно. Реально я увидела, что этот человек, поставленный Богом, она не будет себя хвалить перед вами, а я похвалю. Я скажу, что это один из людей, который реально знает Библию глубоко. И может наставить и научить, но может только пастор больше знает, честно скажу. Поэтому не пренебрегайте этим даром. Каждый четверг мы тут встречаемся, разбираем Библию. И Марина часто ведет такие темы, очень глубокие, интересные, которые жизни касаются. И вот мы стали собираться, команда, и она уже говорила. Два года назад у нас еще клуб «Читаем Библию» открылся. Еще Марина занимается тем, что вот тех людей, которые приходят первый раз в церковь, мы встречаем вот там внизу, садимся, пьем чай и тоже наставляем. И приглашаем, чтобы они приходили на разные служения в церковь. Тоже много человек делает работы, и мне нравится с Мариной служить, потому что у нас атмосфера почтения в команде. Мне это очень касается моего сердца. Мы как-то в свободе собираемся и всегда обсуждаем там какие-то темы, разбираем притчи, читаем Евангелие. Это тоже все в атмосфере почтения, и мы научаемся чему-то. И я в себе заметила, что реально мое мышление меняется. Кто вот был на прошлом служении, я свидетельствовала, что я там и в семейных вопросах стала что-то понимать, благодаря Жанне и новому мировоззрению тоже. И как с деньгами обращаться, и как с людьми общаться, вообще как жить, как работать, как себя найти. Вот Марина тоже ведет факультет «Кто я?». И когда люди приходят, они выходят и понимают вообще, к чему их Бог призвал. Поэтому вот такой большой дар, Марина. И хочу тоже пригласить вас каждый четверг. Приходите на разбор Библии. Читаем Библию, клуб. И вы будете углубляться в слово. И ваш фундамент тоже будет выстраиваться. И еще раз скажу, что 22 октября в 11 утра здесь будет проходить обучение «Новое мировоззрение». И те, кто первый раз пришел недавно. И те, у кого, может быть, давно уже не были на этих обучениях. Вы тоже можете прийти и свой фундамент подправить. Так что всех ждем. Здравствуйте. Марина, как уже сказала, два года назад. Я в церкви давно уже, цать лет. И два года назад встала в такое, ну, как бы, знаете, в положение. Вроде я и делаю что-то в церкви. Но как многие, да, ищем призвание. Ну, кто я, что я. Я вела в свое время там домашние группы для мамочек, когда это в нашей церкви было настолько актуально и быстро росло. Потом, ну, как бы, время пришло другое. И вот я ищу себя, кто я, что я. И как раз там череда событий была. На пророческий офис пошла мне там, девушка сказала, у тебя вот это. Ну, да, дар учителя. Потом еще сходила к одной девушке. Она говорит, ну, что тебе Бог сказал? Я говорю, новое мировоззрение. Она говорит, ну, я тоже так тебя вижу. Ну, я думаю, раз, как бы, люди Божьи говорят, надо идти. Я позвонила, пришла, и как раз вот началось чтение Библии. Повторюсь, что настал такой момент, когда я начала себя искать. И очень много знаний за вот эти вот года, они настолько наслоились, что я уже запуталась вообще, что правильно, что неправильно, где шагать, где стоять, где молчать, где говорить. И как бы по инерции шла. Но пыталась что-то делать. И начала как раз чтение Библии. Первым откровением для меня было, это, когда мы начали разбирать, Марина вела уроки, что церковь это... Я понимаю церковь по-своему. Это организация, там, тело Христа. Но потом я услышала, когда начали разбирать, что Бог, оказывается, на каждого из нас смотрит народами. То есть каждую личность видит народом. То есть это церковь. И для меня это как бы стало, не скажу, что таким, но с таким толчком, что я встала на это и понимаю, что что бы ни случилось, вот Бог смотрит так. Хочешь принимай, хочешь не принимай. Смиряешься под Слово Божие, значит, ты в церкви. Не смиряешься, придет искушение и как бы можно отпасть. Поэтому про церковь. Потом были еще череда как бы таких моментов, когда ты вроде эти моменты знаешь уже истину, но она замылилась у тебя. В общем, я приглашаю всех, кто ищет себя, кто, возможно, Слово Божие хочет изучать. И вот сейчас, когда было первое служение, я анализировала, а что сделало во мне. Я понимаю, что сейчас такое смутное время, но тот момент, два года назад, когда я начала изучать, когда я начала погружаться, это Слово Божие растворяет в себе и вставать под Него, не просто слушать, но вставать под Него. Я сейчас понимаю, что я имею внутри себя в это смутное время мир Божий. Я могу его людям давать. Почему? Потому что я стою на основании, на истине, что Иисус Христос не закончил, что дальше будет пробуждение. Я верю этому, что Бог говорит об этом. Поэтому все, кто ищет в данное время, приходите к нам. Мы не просто там собираемся, знаете, а действительно у нас проходят, бывает и мы и спорим. Выходишь с таким чувством, что вроде не надо было спорить. Но, как говорится, да, в спорах рождается истина. И эту истину потом мы применяем в своей жизни. В общем, мне это служение очень помогло. Приглашаем всех. И знаете, дополню еще, когда вот мы встречаем новообращенных внизу, почему это важно понимать, кто, ну, как бы мы приводим людей в церковь. То есть люди попадают на домашние группы, но бывает такое, что люди потом отходят. Ну, по разным причинам. Но мы ведем, мы их записываем, мы записываем, кто их приглашает. И все равно мы потом эту связь с людьми имеем. То есть мы не просто пьем чай, да, но мы знакомимся с ними. И все равно потом им по возможности звоним. Жанна, нет? И приглашаем мы к себе на семинары. То есть это, как знаете, вторая степень защиты, что человек будет в Божьих руках. Спасибо, Женя. Вот по поводу субботы. Как теперь проходит новое мировоззрение для людей, кто недавно в церкви. Вот сначала было, да, Ирина говорила, 12 уроков. Ну, это представьте, да, там, каждый четверг это почти 3 месяца. Мы заметили, что кто начинает, да, эти люди до конца не доходят. То есть кто-то присоединяется в середине, доходит до конца. Которые сначала начали, они половинку проходят, ну и потом теряются. То есть мы поняли, что 4 темы человек, ну, в принципе, может нормально пройти. Мы сократили, да, с пастором посоветовали, то есть до 4 тем. Ну, знаете, так вот сильно прям, то ли нас интернет так разбаловал, даже на 4 четверга людей трудно собрать. Ну, видимо, изобилия информации, просто люди, ну, не могут себя собрать в кучу. Знаете, мы уже пошли на такой шаг, мы взяли вот эти 4 темы. И мы в субботу просто делаем такое погружение. Самые-самые, знаете, выжимки, да, сделали. И мы, вот, в принципе, за 3 часа, да, там с 11 часов мы начинаем, и до 2 часов у нас проходят все темы. Мы еще успеваем паузу сделать, попить чай, да, там кофе, пообщаться немножко. И потом еще в конце приходит обязательно у нас из пророческой группы служителей, из-за каждого молятся, каждому говорят какое-то пророческое слово. Знаете, это очень-очень, вот в конце, это вообще очень трепетное такое. Очень такой момент хороший, да. И нам всегда слово какое-то приходит, да, за нас помолятся. Ну, из-за людей, которых вы приведете, да, они тоже получат слово, и это будет для них поддержкой. Поэтому, пожалуйста, не проигнорируйте. Вот, это очень важно.